Более 17% браков в мире начинаются с интернет-знакомства. Каждый третий человек как минимум единожды знакомился в сети. Со временем эти цифры только увеличиваются. И это неудивительно, ведь общение в интернете – это удобно, безопасно и дает максимум свободы. Однако наша героиня Наталья Артемьева со вторым пунктом не согласна. Наталья не против онлайн-знакомств, но после своего неудачного опыта относится к ним осторожно. Несколько лет назад через один из сайтов девушка познакомилась с иностранцем. Полгода переписок, звонков и вот заветное приглашение в гости – в Швецию. Недолго думая, Наталья собрала чемодан и отправилась в романтическое приключение. Однако избранник показал себя не с лучшей стороны. Он меня встретил. Единственное, что он обещал помочь снять либо квартиру, либо гостиницу. То есть мы это вот заранее проговорили. Но когда я к нему приехала, у него был первый день отпуска. И мужчина стал пить в неограниченном количестве спиртные напитки. В какой-то момент он начал очень агрессивно себя вести. Когда я вернулась, я начала вспоминать истории, которые он мне рассказывал. Я поняла, что он мне рассказывал истории, когда он себя агрессивно вел. Но я как-то вот решила, что ведь он же со мной по-другому общается. Ничего подобного. А вот в Институте исследований мозга утверждают, негативные последствия онлайн-знакомств скорее исключение из правил. Напротив, результаты общественных опросов говорят, что у каждой шестой брак – результат знакомства в сети. Причем пары, которые встретились в интернете, крепче тех, что узнали друг друга в офлайне. Количество разводов среди первых составляет 6%, а среди вторых – 8%. Онлайн-люди могут лучше узнать друг друга перед реальной встречей. Из частного общения, профиля на сайте и соцсетях, а также манеры разговора. После офлайн-знакомства остается много недосказанного. А как известно, человеку свойственно идеализировать тех, кто ему нравится. При реальном общении некоторые создают себе идеал, который в итоге рушится. Это подтверждает и Алина Кортикова, сваха с 13-летним стажем. К ее услугам прибегают как женщины, так и мужчины в среднем от 30 до 55 лет. Человеческие отношения – это не бухгалтерский учет, где так, так, так и больше никак. Вот здесь творческий подход очень много значит. Сегодня в поле зрения человека, который ищет любовь, десятки сайтов знакомств и соответствующих приложений. Но все эти ресурсы – лишь площадки. Не каждый способен сделать первый шаг – завязать общение. Опа, смотри, первый написал. На помощь приходит брачное агентство, основная функция которых сегодня – перемещается в коучинг. Я никогда не писала первый и не знаю, с чего начать. Помогите. Давайте начнем. Пишем «добрый день», познакомимся, вопрос. Сваха вместе с клиентом выбирает подходящего партнера и выдает своему подопечному ряд инструкций. Среди которых – как правильно переписываться, о чем и как говорить по телефону, как себя вести на первом свидании. При помощи специальных техник собирается информация о потенциальном партнере, которая позже проверяется, и если все сходится, то можно переходить к этапу обольщения. Чаще всего мужчины, которые обращаются к свахе, ищут своего человека, внешность роли не играет. Для женщин важно найти надежного и самостоятельного партнера. Очень часто люди знакомятся, женщина, например, хочет серьезные отношения, а мужчина отвечает на ее вопросы так, что я объясняю и показываю на примерах, что на самом деле он этого не хочет. А женщина свои чувства на него экстраполирует и думает, раз я этого хочу, и он этого хочет. Не разбирается в том, что на самом деле ему это на данный момент не надо, или именно с ней не надо. И поэтому она потом разочаровывается. Эксперты утверждают, счастливые отношения – это результат работы обоих партнеров. Безусловно, есть ошибки, которые довольно часто совершают как женщины, так и мужчины. Ухаживать надо за женщиной. Не надо сразу тащить в постель. Не надо думать, что если она вам сразу отказала, значит, с ней дальше дело не пойдет. А если говорить о женщинах, то здесь какие основные? Женщины сейчас часто уходят в мужское состояние. То есть много женщин зарабатывает сами, и они с мужчиной ведут себя как на деловой встрече. Любовь – это отдавание, любовь – это принятие другого человека таким, какой есть. Любовь – это определенные поступки в отношении другого человека. Мужчинам надо больше любить женщину, а женщине больше уважать мужчину. И при этом условии тогда отношения складываются. Мария Левина, Николай Сидоров. События.